По информации управления ГОУЧС, за минувшие сутки в Уссуриске выпала половина месячной нормы осадков. Существенный подъем фиксируют на реках округа. В воде оказались частные подворья, поля и проездные дороги. Специалисты ведут непрерывный мониторинг паводковой обстановки. А в самые трудные места выехали экстренные службы. Основная угроза для нас, как всегда, это со стороны реки Раздольная. От номинала река Раздольная по настоящее время поднялась на 2 метра. До выхода на пойму примерно еще метр. Остальные реки далеки от выхода на пойму и особой угрозы не представляют. Но я предполагаю, что в ближайшие сутки-двое подъем воды на реке Раздольная будет продолжаться. Галина вернулась домой с суточного дежурства, но попасть в еконовку не смогла. У подъезда в село дежурит спасательный пост. Река разлилась и транспортное сообщение закрыто. Первым рейсом сотрудники МЧС доставили на территорию хлеб, а также перевезли специалистов ДРСК. Еконовцы со вчерашнего дня сидели без света. Работники дальневосточной распределительной сетевой компании должны найти место аварии и устранить. Теперь черед дошел и до местных. Галину дома ждут внуки. Но женщина спокойна, дело-то привычное. Дожди, видишь, быстро речка поднялась. У нас как бы уже не впервой, это частенько получается, как дожди, циклоны. Мы все время затапливают нас на дороге. Вот МЧСники, видишь, сейчас будут переправлять. Они лодку сейчас проверяют, обратно вернутся, будут переправлять. Нельзя и из Тимирязевки добраться на станцию Лемичевскую. Только в объезд через улицу Общественную повреждена часть дорожного полотна в Боголюбовку. Переливы воды есть между Поциловкой и Богатыркой, между Борисовкой и Крауновкой. В первой половине дня вода покрывала и дорожное полотно третьего километра. Затоплен тоннель на Садовой. В ближайшие дни осадков не ожидается. Специалисты надеются, что ситуация стабилизируется, но жителям рекомендовали иметь запас продуктов на 3-5 дней. А владельцев частных подворьей позаботятся об отводе воды с участков.